МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы Республика в студии Ольга Пырочкина. Министерство экономического развития на своем сайте опубликовало список предприятий, которые имеют просроченную задолженность по выплате зарплаты более трех месяцев. Это типография номер один, инженерный центр и филиал киноэксперта. Эти предприятия задолжали своим работникам в общей сложности 16 миллионов рублей. Как будут решать проблему невыплаты зарплаты в республике, рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Сейчас в республике средняя заработная плата 20 800 рублей. В бюджетной сфере на предприятиях химической промышленности и электротехники она несколько выше. В машиностроении ниже. В среднем за год, по данным министерства, рост составит около 4%. Но все же на некоторых предприятиях сложилась неблагоприятная ситуация по выплате зарплат. У нас на 13 октября мы зафиксировали задолженность по заработной плате на уровне 16 миллионов рублей. Это у нас типография, есть инженерный центр, одно из коммерческих организаций, вот такие на каскад. Типография находится в процедуре, ну это компания, которая находится в процедуре банкротства, наблюдения. То есть от реализации имущества заработная плата будет в полном объеме выплачена тем работникам, которые находились в тот момент на этих предприятиях. Задача до конца года всю эту задолженность погасить. Полностью погасили долги перед своими работниками сельхозпредприятия Агрочайки Урмарского района и промтрактор Вагон. Были проблемы на промтракторе Вагоне, сейчас этот вопрос тоже решили, задолженность, возможно, текущая она имеется, месячная задолженность по зарплате, но просроченная задолженность для нас, самое главное, ее нет. То есть они тоже в ближайшие месяцы, сентябрь, октябрь, они выплачивали и компенсировали по этому. Но я опять же говорю, что, поймите, для предприятий очень важно, сохранить сегодня, и они будут делать все возможное для того, чтобы выплатить зарплату, удержать его, состимулировать. Это время тяжелое, оно пройдет в любом случае. Они занимаются производством непрофильной продукции, я имею в виду, что не вагоны. По данным министерства, снизилась задолженность по выплате зарплат и на СУОРе. Мы мониторим, и у нас к нам спускается сведения о просроченной задолженности, ну или вот она трехмесячная, если образуется, то мы принимаем меры сразу же. Я так понимаю, что были у СУОР задержки по зарплате в течение месяца. Сейчас, насколько мне известно, задолженность, она погашена частично, частично задолженность, она еще сохраняется, но компании предпринимают все попытки для того, чтобы ее ликвидировать. Я думаю, что до конца года эти все вопросы будут решены. В Министерстве экономического развития сейчас ежедневно мониторит ситуацию по выплатам зарплат на предприятиях республики. Под контролем каждое проблемное предприятие. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии почти ежедневно в рабочем режиме встречается с руководителями предприятий республики. Сегодня в Доме правительства прошла встреча с управляющим директором компании «Химпром» Вячеславом Курсаковым. Предприятие по производству химической продукции работает стабильно даже в кризисный год. Новые технологии и современное оборудование позволяют не только производить нужную продукцию, но и сохранять экологическую безопасность. «Химпром» для нас, для республики, вообще это значимым предприятием является, потому что почти 40% химических товаров вы произведя, реализовываете и продаете на экспорт. Налоги оплачиваете публично, удовлетворенным тем, что вы индексацию зарплаты сделали, несмотря на сложности, на где-то 10% примерно, да? «10,4%, да». И количество рабочих стало больше на 90 человек. Динамики в сравнении с прошлым годом – это тоже значимый показатель, потому что все организации коммерческой деятельности сегодня проводят определенную оптимизацию, сокращают энное количество людей. Это объективно, по сути дела, хотя мы уровень безработицы удерживаемых сегодня меньше, чем 1%, 0,6-0,7%. Это нормальный показатель. Главу Чуваши интересовало создание производства по глифосату. Нужно ли оказать какое-либо содействие предприятию? По глифосатовой перекиси на наблюдательном совете главной компании одобрено решение о начале проектирования глифосата, одобрено выделение 10 миллионов долларов на эту часть. И сегодня активная фаза, конец 2015 года и начало 2016 года, это выход на базовый проект для того, чтобы мы понимали более точно капекс проекта, понимали, какое оборудование основной единицей вспомогательной необходимо будет закупить. Ответ на этот вопрос позволит нам выйти на поставщиков потенциальных, понять сроки изготовления и уже более детально, более взвешенно оценить предстоящие шаги на ближайшие 2-3 года. Глава Чуваши встретился и с генеральным директором завода ИЛАРа Андреем Угловым. Михаил Игнатьев интересовался, с какими показателями предприятие завершает нынешний год. Предприятие, отметил Андрей Углов, получит неплохую прибыль. Это несмотря на сокращение заказов в гражданских сферах. Стабильные партнеры завода – компании, работающие на военно-промышленный комплекс. Увеличиваются заказы и в рамках государственной программы перевооружения. Есть неопределенность по железной дороге, тоже это наша стратегическая, наш стратегический партнер ООЖД. Но там традиционный лист программы, это ждается к концу года, где-то даже в конце декабря. То есть тогда мы будем принимать план. Задача у нас по 2016 году, чтобы ситуация с заказами, загрузкой, она была на уровне 15-го. Налоговооблагаемая база тоже очень личная. Всегда работали открыто, публично, прозрачно. И все налоги отчисляли в разные уровни бюджетов вовремя. Для нас это тоже значимое. Мы мониторим по каждому предприятию. Кугейский лицей включен в топ-200 лучших сельских школ страны. Лицей входит в рейтинге самых-самых почти каждый год. Как удается держать планку и быть в числе первых, узнали наши корреспонденты. Лицей в поселке Кугейсе всего 27 лет. Возраст для образовательного учреждения небольшой. Но за это время удалось достичь немалых успехов. Это самая большая школа в Чебоксарском районе. Здесь учатся более тысячи детей из близлежащих сел и деревень. И даже из столицы Чуваши. Школьники активно участвуют во всех олимпиадах района и республики. А лучшие из них выступают на всероссийских и даже международных уровнях. Неудивительно, что некоторые ребята становятся стипедиатами главы республики. Я активно участвую в жизни лицея. Активно выступаю на районных олимпиадах, республиканских, дистанционных, всероссийских, международных. И какой твой любимый предмет? Информатика. Потому что у меня больше душа, которая лежит. Мне это нравится. Я этим сам занимаюсь свободное время уже. И планирую с этим свою жизнь связать. Сельские лицеисты успевают не только учиться. Среди них есть и победители республиканских соревнований по легкой атлетике, призеры научно-практических конференций и участники школьной лиги КВН. Конечно, отличиться на фоне таких сверстников сложно. Но Даши Александровой это удалось. Именно ей выпала возможность побывать в Артеке. Я занимаюсь творчеством, умею вышивать, шить игрушки, занимаюсь выжиганием по ткани. Участвую во многих международных, всероссийских конкурсах. Также я отличница в учебе. Думаю, это тоже сыграло немаловажную роль. Творческие порывы и увлечения наукой учителя лицея поощряют и поддерживают. Коллектив педагогов разнообразный. Среди них есть и заслуженные, и совсем молодые преподаватели. По мнению директора школы Анжелы Григорьевой, именно совместные усилия учеников и учителей поддерживают репутацию лицея. Здесь учителя работают именно те, которые любят свою профессию, любят детей, которые помогают и стимулируют их творчество в различных направлениях. Кугейский лицей – инновационная образовательная площадка. Электронными журналами и бездоличной оплатой питания никого уже не удивишь. А вот классам робототехники могут похвастаться немногие. Единственная проблема – в начальных и средних классах ребятам приходится тесниться за партами. Количество желающих учиться здесь явно превосходит возможности здания. Но такая востребованность лишний раз подтверждает, что свое место в рейтингах лицей занимает по праву. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. Чебоксарскую сферу обслуживания совсем недавно проверила телеведущая канала «Пятница» Елена Летучая. Ее программа «Ревизора» приобрела большую популярность среди зрителей. Некоторым столичным заведениям нечего было скрывать, и они прошли проверку. А вот в других было найдено немало нарушений. Летучая уехала, а проблемы остались. Передача показала, на каком уровне находится контроль услуг общественного питания в столице Чувашия. Как отметили в Министерстве экономического развития республики, в последние годы надзор несколько слаб. Основная ответственность за качество и безопасность оказываемых услуг лежит на руководителях предприятий общественного питания. В ближайшее время Управление Роспотребнадзора по Чувашии планирует провести ряд проверок. Насколько мне еще известно, одно из предприятий, в которых были установлены наибольшие недостатки, будет закрыто на ремонт. И руководство обещает привести качество услуг в соответствии с установленными нормами. Мы, конечно, в этой сфере работаем, работаем с руководителями, специалистами этой сферы. Стараемся, чтобы они ответственно неслись, ежегодно проходили гигиеническое обучение. Но, к сожалению, без недостатков не бывает, но мы будем с ними бороться, работать дальше с руководителями предприятий. В столице Чувашии прошел международный театральный фестиваль для особенных детей. Одинаковыми быть нам не обязательно. В течение четырех дней кукольный театр со всей России и ближнего зарубежья дарили детям сказки, а вместе с ними веру в добро и милосердие. На этом сюрпризы для малышей не закончились. Они получили возможность почувствовать себя настоящими наездниками. Об особенностях такого вида лечения, как ипотерапия, в нашем следующем материале. Когда традиционные методы лечения не дают нужного результата, на помощь приходят они. Катание на лошади успокаивает нервы, снимает стресс, выравнивает осанку. Но оздоровительный эффект заключается не только в этом. Это общение, это прямой контакт с живым существом, которое само нуждается в любви и заботе. Это непосредственное взаимодействие, когда необходимо проявить в себе навыки, быть может, управленца. Это возможность прогревать спазмированные и будить спящие мышцы за счет тепла, который идет от лошади и за счет ее лечебного импульса. Не каждая лошадь подходит для ипотерапии. Животное должно быть определенного роста, физически развитым, дружелюбным и, самое главное, терпеливым. Конь по кличке Пегас в этот день стал настоящим другом для многих ребят. Дети вели себя, как настоящие наездники, вытягивали спины и даже пытались отдавать команды. Многие из них впервые увидели лошадь, но боязни не было ни у кого. Я сегодня первый раз. Сегодня мне понравилось лошадку кататься. Мне очень лошадка понравилась, теплая, красивая. Другое направление фестиваля – сказкотерапия и куклотерапия. Ребята смогли не только увидеть, но и прочувствовать спектакли. В Чебоксарах театралы собираются уже в третий раз. С каждым годом идей и предложений становится больше. Теперь мы пишем заявки, проекты и добиваемся того, чтобы соединить театр и ипотерапию. Дети могут здесь заниматься спокойно, а потом мы здесь найдем, скорее всего, на этом же предприятии, помещение, где мы будем показывать сказки. Один ребенок занимается, другой смотрит сказку. Посмотрел сказку, пошел заниматься. А тот ребенок, который занимался, к нам. Вот все очень просто достаточно. Но зато эффект в разы увеличивается. В этом смысл. Снять коммуникативные барьеры между детьми с ограниченными возможностями и здоровыми малышами. Сделать так, чтобы особые ребята были открыты миру и, самое главное, радовались каждой минуте жизни. Таковы задачи фестиваля. Различные терапии помогают не только физически, но еще и морально. А благодаря этому справиться с болезнью становится легче. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Удивление и даже шок в минувшие выходные испытали гости фестиваля Чувашского и Удмуртского андеграунда. Познакомить зрителей с современной городской культурой на одной площадке собрались художники, поэты и дизайнеры двух республик. Выставка картин и арт-объектов, национальные украшения, напитки и блюда. Все это создало у зрителей праздничное, совсем не осеннее настроение. Любовь к творчеству и родной культуре собрала людей совершенно разных возрастов и взглядов. Организатором фестиваля выступила дизайнер из Удмуртии, молодая и творческая Дарали. Имя по паспорту узнать не удалось. Идея пришла к ней этим летом во время пребывания в Чувашии в языковом летнем лагере Хавал. У нас очень похожие проблемы. У нас постоянно вот это вот, как это сказать, вот как будто бы национально должно только в деревне жить. Неправда. А Удмурты приезжают в город, стушевываются, точно так же Чуваши прячутся. Мы пытаемся на самом деле показать, что национальное может быть совершенно разноформатным и интересным. В такой творческой обстановке звучали известные стихотворения чувашских поэтов и новые имена удмуртских. Этническая музыкальная группа «Дукес» удивила живым исполнением сопровождений самодельной скрипки «Кубыс». Долгожданным моментом вечера стала презентация национальных костюмов. Чуваша показала красочную коллекцию в красно-желтых тонах. Наряды из Удмуртии были совсем иными. Дарарий создает национальную одежду предапарте. На мне удмуртская маниста. Девушки в Удмуртии носят это повседневно или на такие мероприятия, как сегодняшний вечер, выходят в театр. В Чувашии пока что такого нет. Хотя, конечно же, у нас чувашский национальный костюм – это произведение искусства само в себе. Поэтому мне бы, например, хотелось, чтобы мы просто были более в этом плане смелыми. Дружба молодых и творческих жителей двух республик не заканчивается. У организаторов фестиваля еще много новых планов и идей. Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. Это все новости. К этому часу я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». Республика.